Продолжаем. 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 Вот есть не только твердые, но и жидкие стандартные образцы, например, на ионы КА, на ионы СНСА, посмотрите, как они выглядят. Есть стандартные образцы для пашной пили, то есть вещество для строений в одном лице, собственно, строго определенного значения пашки, например, 1,651. Но тоже посмотрите, передайте там масту, что мы с твердыми считаем. Другой интервал пашки, 6,86, это с очень стандартных образцов, посмотрите, как они выглядят. А били стандартных образцов, собственно, всевозможны. Поэтому этот метод, пронестия правильности метода, он самый надежный. Конечно, не всегда бывают стандартные образцы. И не думайте, что только химического состава. А вот я еще превратил стандартные образцы мутности раствора. То есть уже не химического состава, а на мутность. Вы тоже посмотрите, как они выглядят. Каждый стандартный образец, как раз такая упаковка, содержит паспорт. Вот я вам немножко почитаю, как раз мы говорим здесь. Паспорт на стандартный образец ионов свинца. Выпускается в соответствии с рекомендаемым документом. Назначение генерального стандартного образца для метрологической аттестации методик выполнения измерения, для контроля побережности содержания ионов свинца в водных растворах. Значит, в разработчике указано, как уральский научно-исследователь институт метрологии и уральский завод химических эффективностей. Метрологические характеристики. Строго паспортные замедлены. Значит, содержание свинца в миллиграмме в величине сантиметра 0,97. Погрешность арестованного значения 1%. Технические данные приводят в порядок применения, комплект подставки, свидетельства, условия транспортировки, гарантийные обязательства и куча печати. То есть очень ответственные образцы стандартного образца химического состава. Итак, первый путь к самому данному проекту. Если он будет соответствовать, значит, надо сомневаться в правильной степени, искать источник систематической поврежденности, переделывать анализы и так далее. Второй путь. Если нет в принципе на данный объект стандартного образца. Второй путь. Анализ искусственной смеси. Вы создаете самую искусственную смесь подобную анализируемому объекту. Понятно, что структуру вы не повторите реального анализируемого объекта. Но основные компоненты, которые вы обходите в качестве состава этого известия, вы, конечно, можете строго определенное количество смешали и ищите новые компоненты на поле у других присутствующих. Тут не очень надежно, я представляю, потому что, конечно, структура, морфология, да, частица, она отличается от реального объекта в искусственной смеси. Поэтому здесь надежность, конечно, нет. Третий путь тоже очень корректный и постоянно он используется. Это анализ другим независимым методом. То есть вы использовали какой-то один метод, сомневаетесь в его правильности. Нет проблем, этот же объект анализирует совершенно другим методом. Желательно вообще, чтобы он имел другую природу, другой вид энергии, возмущающейся в его инфекции, химической, да. Поэтому я в тебе веду здесь первое. Предположим, медь, вы работаете, разработали методику электрограмметрического определения медь. То есть через раз в год он состоит в постоянный метод и на платиновой методик оседает методик, строительство, процесс генетического определения. То есть он в том, что он вызывает электроны и свободно раскрывает этот фарусный объединитель, как электрограмметрический, говорительно разрешенный. Затем после электрограмметрического определения москва как вода с клеем и параметры на методик маски. Мы сомневались. Правильная методичная плотность тока, время лимфорита, среда, все, что нужно в том, что есть определенные значения. То есть целый ряд условий наших соблюдателей сомневаетесь с правильностью этой методик. Но проблем-то никаких нет. Медь можно проанализировать. Но, на ней, наверное, самый богатый элемент в человеческом и полисномом, а национальности. Второй независимый метод должен быть по природе, создательного производства электрохимической, из другой какой-то сферы. Вот возьмем химический метод, йодометрическое определение мид. Такую же порцию медика, которые взяли при электролизе, обрабатываете избытком иодида коррепт. Идет действительно восстановительная реакция. Уплант йод. Басадок желтый. Выделяется свободно. Идет. Крузия, удачи. 2, 2, 4, 3. Это обратное, вернее, да, обратное метрование. Косвенное метрование. Количество йода, раз мы добавили с ацетом калий-йод, оно строго эквивалентно содержание йода. Значит, если вы оттетруете йод, определите это количество йода, это перенесется все на количество, меньше эквивалентное количество. Потому что калий-йод не будет, а в общем, все это происходит. Йод тетруется титром на титриметрии. Титром на титриметрии. Йод тоже действительно восстановительный процесс. Йод восстанавливается на яйте на натрия. А титром превращается в титры титром. Натрия 2, 4, 6. То есть целых вадок здесь и вадок здесь. Ну, какой индикатор? Здесь йод участвует, но и крахмал, конечно. Индикатор от крахмала. В начале китрования, когда вы добавите раствор крахмала, у вас все будет синего цвета. В точке достижения стихиометрии, то есть когда ясно заканчивается, эта окраска, я считаю, перестает из бюджета, и рассчитываю количество йода, которое эквивалентно содержание вещества. Значит, сразу можно в форме титриметрии. Содержание вещества будет произведение концентрации натрия, размерность количества вещества. Умножить на малярную массу миру. Делить тут не надо, потому что один электрон, он не изучал, но и плюс два, а здесь нет плюс один. И разделить все на лисичу, чтобы не считать литра, а подставлять миллилитр по показаниям ученика. Вот независимый метод, если дает какой же результат, как ваша методика, вы смело делаете вывод, что ваш метод свободен от систематической побежности, что он обладает хорошей особой правильностью. Это тоже очень хороший нежный путь. Вот первый трейд особенно, конечно, можно выделять. Дальше. Четвертый способ проверки правильности – варьирование размера пробы. Варьирование размера пробы можно так пояснить. Вот вы возьмете на лисичку энергородного вещества, какого природа, аморизированного. И по результатам в какой-то методике найдете массовую долю омега-артиста. Варьируемый размер пробы. Возьмем в два раза большую на лисичку 2 омега-1. Если метод правильный, массовая доля не должна измениться. Значит, вы должны при правильности метода получить омега-1, омега-2, равную омега-1. Можно дальше продолжить по методу. В три раза взять большую на лисичку. Если у вас снова получается третье значение массовой доли равное предыдущим, можно, конечно, говорить, что с высокой степенью вероятности метод не задержится систематической подвешенности, то есть он правильный. Вот это все будет подзаводлением из прапорта. Из примера можете свои примеры, обязательно, наоборот, это вопрос, который может отчетать студенты, и отвечать на плюс на первую сторону. Следующий, пятый способ. Пятый способ. Метод добавок. Метод добавок. Или метод, он называется, введено-найдено. Введено-найдено. Ну, предположим, вашим методом вы определили содержание свинца, массы и свинца в трубе равную. Дор 4,2. Первый очки в режиме, канализируем строки, дор 4,2. Далее вы добавляете к второй функции такую же точную добавку, то есть 0,4. Добавите, допустим, еще строго измеренное, интересное количество, 0,1 грамма свинца. При правильности метода, в итоге вы должны получить результат, масса свинца равна 0,5 грамм. Если будет отличие, например, 0,45, значит, оно потерялось, значит, метод неправильный, он эффективует эту добавку полностью, да? Или, наоборот, завершает, он получил 56, значит, конечно, вывод, что метод неправильный. Итак, это метод введено-найдено. Сколько ввели, столько в итоге и нашли. Введено-найдено. Другое название этого метода, метод стандартный добавок. Вот они немножко подробнее нравятся, но тоже к этой же сейве относятся, да? Метод стандартный стандартный добавок. В чем мы имеем в виду этого метода? Он не только способен проверить правильность, но и вообще получить итоговый результат анализированного тоже. Вот это очень важный метод, особенно в виде 3-мой 4-мой 1-мой 3-мой 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 3-мой. Неоднократно, не сталкивающий на практике. Итак, ну, если поможет, да, аналитический сигнал Y для определяемого объекта, его пропорционален массе анализируемого компонента Y. Так, коэффициент чувствительности с эффекцией пропорциональности. Итак, первое ваше действие – вы анализировали вашу трогу с неизвестным содержанием анализированного компонента, который нам надо найти. Это известная личина на приборе, вы не сняли аналитический сигнал, и, как отзывали, вводит туда стандартную добавку, трогоизвестную массу. И, получая измеряем на приборе снова с добавкой, обозначим Y к определяемой, плюс добавка. Нет, это один и тот же. Коэффициент чувствительности не меняется. Он остается таким же буквой K. Коэффициент чувствительности. А здесь будет масса анализируемого, которая ищется вами, да, плюс известная вам масса добавки. Вы догадываетесь, что нужно сделать? Избавиться от коэффициента чувствительности по членам деления первого уравнения на второе. Мы получим Y определяемое, и известное лично, и известное. Это тоже известное определяемое, но с добавкой. Равна. Масса анализируемая неизвестная, беременная на массу анализируемого компонента неизвестная, плюс масса добавки. Мы решаем эту пропорцию, применимый буквой K. Игрок определяемое умноженное на массу лиц, плюс игрок определяемое умноженное на массу добавки. В правой части будет масса неизвестная, умноженная на Y анализируемого умноженное на массу добавки. Вот у нас два слагаемых, которые содержат исполненные, почему я в том числе и результат. Среди будет равна дробь числитель и определяемое на массу добавки. И грамотная на Y определяемое плюс добавка минус Y определяемое. Вот она конечная формула метода стандартной формулы. Уникальная система, да? То есть мы с помощью но находим неизвестную нам искомую любую различную. Это известно измеренная, массу добавки мы сами вбили из-за определенного количества. Это личина большая, раз мы добавку сделали, сигнал выше, из него вычитаем сигнал для определяемого метода и рассчитываем вот отличные результаты. уникальный метод стандартной формулы. Так, следующий путь, пятый, это проведение холостого опыта в холостой совыщей в мунии. Шестой. Проведение холостого опыта. Ну вы догадываетесь, холостой опыт это проведение всех аналитических операций, но без анализируемого компонента. Анализируемый компонент в современной литературе называется в последнее время аналит. То есть окропа содержит все компоненты вспомогательные, но не содержит аналита, не содержит аналит. И анализируется на предмет того, а будет ли фоновый сигнал, который не связан с аналитическим аналитическим объявляемым компонентом. Вот это холостой опыт без анализируемого компонента. Все распространители, геранты добавляем, будем распространять это не самый надежный путь, я далекий его похвал очень серьезно. Но тем не менее, прорезу холостого опыта в общем-то делаем холостой опыта, чтобы убедиться, что фоновый сигнал не набирается на пункт. И последний седьмой предполагает, что проверка правильности по статистическим критериям выборки. Проверка правильности последний седьмой пункт по статистическим критериям выборки. И оставьте несколько строк пустых, мы вернемся к этому пункту, когда изучим случайные правильности систематические правильности по статистическим критериям выборки неочистыми никакого по среднему и стандартному обновлению это гадитар. Вот на этом первое обработки иных правов не совершая систематические проблемы. И во вторник нашлет первое мини-контрольное систематическое прогресс. Все одновременно и проверка между посещанием. Первое вижу, вернее не вижу. 111 скрепс скрепс минус 2 балла передать критериям скрепс 2 ну и не контрольное сразу будет так выявить свидетельство на вашем присутствии. То есть, что он не сдаст и источен с этой контрольной, то, значит, мы тут еще балл выполняем. Так, что он точно стоит, я поясню. Как с литературой обстоит? Кроме того, вы не получили? Получились. Приносит лепутой на эту контрольную. Я сейчас поясню, почему. Итак, очень легкая первая. Нужно найти будет систематическую побережье. Абсолютную и относительную. Понятно, да, задачка? Значит, ну, я для всех, конечно, не сделаю индивидуально. По вариантам немножко так сделаю. По вертикали. Первый заряд, второй как-то разобьемся. С ними обрету нужно как-то, с развитием. Значит, в чем будет состоятельного? Будет дано экспериментальное значение другого элемента в индивидуальном химическом веществе. То есть, я сейчас пример приведу. Например, будет дано экспериментальное содержание по результатам анализа среднего генетического содержания кальция в чистом препарате кальция целой. Ну, вот в моем примере это число будет 41,50%. Понятно? Что-то экспериментально получится. Вам нужно найти систематическую, абсолютную, относительную и по-прежнему. На 5 минут буквально. Значит, вы приносите справочный бурьер. Ну, понятно, что истинное значение по химической формуле содержания кальция любой из нас знает, как находить с 1,27 класса. Итак, находим массовую долю кальция истинную. В данном случае не принято, как можно говорить, а раз это чистое вещество, значит, по химической формуле мы можем оценить точное содержание кальция. Для этого малярную массу кальция 1 матом в молекуле делим на малярную массу карбоната кальция и умножаем на 100% для сравнения с экспериментальными числами. Ну, давайте. Малярная масса 40,78 имеющего уши до услышек сегодняшнего дня никто грубые цифры в аналитике не подставляет. Поэтому, вы пользуетесь справочником в лице номер 4, где приведены точнейшие атомные и малярные массы всех интересующих аналитикой решений. Итак, лица номер 4. В алфавиту латинском находите кальций, его малярная масса 40,078 вот кто поставит 40, ну, больше одного из там был балл, а я не поставил. С сегодняшнего дня мы точные малярные атомные массы используем. У нас аналитическая эфемия. То есть это не средняя штура. Итак, 40,078 делим на малярную массу, когда наше кальций, она тут, где-то в этой же таблице, у кальций цифры, малярная масса 100,087 Никаких округлений с сегодняшнего дня. Только на последнем этапе можно округлений. И умножаем на 100%. Мы получаем истинное значение содержания кальция 40,04%. 40,04%. И остается найти нужное абсолютное систематическое количество для металлического значения. Согласно определению на разность между средним значением измеряемой величины, вот оно будет дано средним значением 41,50 и истинным недостаточно до 40,04 истинным . Так, сейчас выключу. 40,04 это истинное 3 истинное приближение . Минус 40,04 Получается 1,46%. Это у нас знака плюс. Систематически имеет знак. Значит, вывод какой можно сделать по абсолютной погрешности? Что по результатам анализа мы завысили содержание относительно истинного значения. Завысили. Ну и относительная погрешность процентов. Это Δx, деленная на x истинная. Обратите внимание. И умножить на 100%. Δx, 1,46%. Истинное значение 40,04%. И умножить на 100%. Эти проценты – это измеряемая величина. А это уже как бы безразмерная процентная погрешность. Получается 3,65%. Итак, относительно систематическая погрешность – 3,65%. И, я думаю, вы в полной диалоге. Ну, 3,7 минут максимум. Уррии будет справочной. Урриная масса надо складывать. То есть, она экономит ли нам. Все сделано. Мы знаем, что мы предложили. Итак, первое место. Урриная масса – это 2.5. Ну, вот такие варианты. Серегида, метра, 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 метра. Кракции, фоксоватик, кракция, замесная. Два и паста, два и. Это все будет хорошо. Мы переходим на следующий. Продолжение следует. Закон нормального распределения Гаусса, его математическое выражение. Вероятность появления Фи обозначена случайной величины равна троге трансформента минус х и ку минус мю в квадрате, деленное на 2 сигма в квадрате. Здесь сигма, умноженное на полинкой парадки и стены в Пи. Я все объясню. Закон нормального распределения случайной величины. Их свитая текущие измерения, текущие измерения. Фи, иногда и как обозначают, ну не важно. И, 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 вероятность появления случайной величины. Мю, математическое ожидание. Мю, математическое ожидание. Сигма квадрат. Дисперсия генеральной силовой относительности. Дисперсия генеральной силовой относительности. Формула дисперсии генеральной силовой относительности сразу появляется. Это корень квадратный. И сумма квадратов отклонения результата от истинного, от цивилизмического ожидания, деленное на число извинений. Так, простите, только без квадрата двоих, пожалуйста. Не дисперсия тогда, именно, а стандартное отклонение генеральной свободности. Стандартное отклонение генеральной свободности. То есть, n в данном случае стремится к бесконечности. Мы сначала тереть, участие, осматриваем, а принос корочесть к бесконечности изменения. А вот сигма квадрат дисперсии, исправьте, пожалуйста. И мы убираем корень и переписываем, он вам уже бесконечно. Сумма квадрата в 6-ти декоренном смене в квадрате. И деленное на 4-е линии n, а также, наверное, стремится к бесконечности. Это дисперсия генеральной свободности, можете начать. А это стандартные стандартные генеральной свободности. У нас в большей степени даже не вот это, смысл на полной раме. Ну, и понятно, да, 3,4 стандартные нормировочные, можете. Еще раз в том, что мы имеем. Спецпособность подробная обводим шифрововать в эту сферу. Для нас главное графическое изображение кривой нормального распределения галл и выводы, которые они могут сделать под свой случайность. Итак, рисуем графику кривой нормального распределения галл. Здесь мы откладываем измерение их света. Вот здесь в центре металлогического распределения. И сразу вот это все сделаем. Вот три разъемки справа и такие же равные три света. Это будет мю плюс сигма, мю плюс два стандартного распределения и мю плюс три стандартного. А в эту сторону мю минус сигма, мю минус два сигма и мю минус три сигма. Привая нормальное распределение это симметричная куполообразная зависимость с максимумом, приходящимся на математическое стандартное. По кругу. А симметрически приближающиеся к отверстий. Но ничего не получилось. Извиняю, буду ли я снова буду переживать. Можно ее предоставлять в других координатах. Давайте еще один способ, чтобы вас решатровали. Немножко измененный осью абсцисс. Здесь можно отправить отклонение икседых результатов от математического оптимизма. Тогда центр будет у нас иметь координаты, но и фальси абсцисс. А сама шкала выглядели здесь сигма, здесь два сигма, здесь три сигма и, соответственно, минус сигма, минус два сигма и минус три сигма. Ну и точно так же, как выяснился оба, выдерживаются. Он прогрессивен и венчатый. Итак, выводы по кривой нормального распределения графа. Опять же, практически каждый момент должен быть агрокализовать не столько формулы математической сложности, сколько рисунок и выводы по кривой нормальной. Первым. Наиболее вероятным значением измеряемого исключения величины является математическое ожидание. Наиболее вероятным значением измеряемого исключения величины является математическое ожидание. Я не обозначу, вот, коллеги, центр этого масла, а в России. В России, Игорь, давайте вот здесь сделаем. Вероятность появления, конечно, может быть. Вероятность появления. Пусть понимают, что математическое ожидание имеет максимальную вероятность. Второй вопрос. Появление положительных отклонений от математического ожидания и отрицательных равновероятных. В терминологии привыкают. Равно вероятно. Появление положительных и отрицательных отклонений от равновероятных. Но это понятность и осимметричность этих ветвей левой и правой. Так. Третий вопрос. Малое отклонение, то есть малые подвижности, более вероятны, чем большие. Ну, это тоже всем понятно. Вот я возьму маленькое отклонение от математического ожидания, и вот какая здесь такая вероятность. Возьму большое основание. И очень неизвестно. Третий вопрос. Четвертый вопрос. Ширина кривой непосредственно зависит от стандартного отклонения. Маленький вспомогательный рисунок, заиллюстрирующим это проект. Сигму 1. Ряночку. 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 Сигму 2. Сигму 2. Сигму 3. Вот это слово. Больше чем сигма 1. Чем больше скандартного отклонения, тем шире снимает распределение. И, наконец, еще один важнейший задунок еще. Если всю площадь который привод приняется по проценту, а ve gloom отвечаетoth платформа? И так, при интегрировании в разных пределах, мы получим вероятность появления результата в следующих цифрах. Итак, в интервал 0 плюс минус 7 попадает 68,3% всех случайных личностей. Давайте заштитруем эту площадь. Вот так вот ню. Ню плюс минус 7 попадает в этот интервал 68,5% результата. В этот интервал ню плюс минус 2 попадает 95% результата. Ню минус 7 понадобится по цифру. В этой вероятности мы будем считать самостоятельно. Ну давайте этот коридор сделаем. Ну видно, что уподобляющая большинство случайных личин попадает именно в этот интервал ню плюс минус 2,7. Ню минус 3 попадает в 99,7% всех случайных личностей. Значит, 0,3 не попадает, то есть 0,15 слева не попадает в проценте, да, и 0,13 справа не попадает. Ну это видно, потому что самостоятельно кривая Брауса приближает к России на снег. Вот это тоже нам понадобится. Теперь это все для генеральной свободы. Переходим к выборочным законам. Переходим к выборке. При переходе к выборке формула стандартного отклонения здесь формируется. И стандартное отклонение обозначать будем буквой С для выборки ограниченной частью зрения. Формула будет корень квадратный. То есть сумма квадратов отклонений от средней арифметического значения. Сумма квадратов отклонений от разницы, да, разницы между измеренностью и средней арифметической. И делим уже не на число измерений, а на число измерений минус 1. Соответственно, дисперсия выборки – это квадрат стандартного отклонения дисперсия. Бескорная формула. И средняя арифметическая. Средняя арифметическая. Величина n-1 называется числом степеней свободы. В большинстве источников обозначается буквой С. Итак, F – число измерений свободы. Определение можете пометить, не рассказывать об этом. Это количество независимых переменных величин. Это минус число уравнений связи между ними. То есть видимость – это одно уравнение связи между независимыми переменами. Какое это уравнение? Оно нам известно. Среднее значение – это сумма всех взбитых. Есть миллионная арифметика. В том, что связано с независимыми переменами. Как я повторяю, число степеней свободы – с количеством независимых переменных величин. За вычетом – количество уравнений связи между ними. И единственное уравнение связи – это привычное соперезнико выборки зрения на человеческое значение. Средняя часть. Средняя часть. Средняя часть. Средняя часть. Без прерыва. Без прерыва. Продолжение следует... 9,4, 11,5, 9,5, еще раз 9,5, 10,0, 9,5... 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот серия из 11 измерений. Понаблюдает ответственность, поэтому надо сделать набор приличного количества измерений. Вторая коронка, это конечно приоритетимый способ, это эликситные, ну, средние. Средние в сторонке, ну, я не буду вас втомлять, все сложить и на 1 разделить. И оказалось, полно 10. Поэтому находим сейчас разницу. Итак, 10,1 мы не средние. Здесь пишем 0,1. Здесь 0,5. Здесь минус 0,1. Хотя знакность мало волнует, честно говоря. Дальше, минус 0,5. Минус 0,6. Что-то я пропустил, да? Нет. Минус 0,6. Слески выступили, наверное. 9,5, минус 0,5, да? Минус 0,6. Минус 0,6. Минус 0,6. Минус 0,6. Да, да, 0,6, конечно. Минус 0,6. Средняя в стороне. Долгода. Минус 0,5. Минус 0,5. Минус 0,5. Вдоль. И минус 0,6. Так. И последняя третья колонка – это квадрат третья колонка. Их святая в среднем квадрате. Поэтому знак-то не важно, когда доходим в квадрате. можно и поднимиться. 0,01. 0,25. 0,01. 0,25. 0,36. 0,36. 2,25. 0,25. 0,25. 0,025. 0,025. Ну вот первичные. Первичные загрузки мы готовили. Можно считать уже стандартное отклонение с предыдущим образом. Есть повторяющиеся квадратные квадраты. Поэтому это можно тоже использовать. Дробь. 5 раз было 0,25 квадрата. Плюс 2 раза 0,36. Плюс 2 раза по 0,01. И плюс 1 раз по 0,25. Всего 11, да? 7. А, ну еще 0, правильно? И делим на 11 без единицы, число степени свободы 10. Я должен был у вас пример. Ответ стандартного отклонения 0,65. И пометьте, пожалуйста, стандартное отклонение имеет размерность измеряемой величины. То есть если вот здесь были граммы, то и стандартное отклонение имеет размерность граммы. Были проценты, значит, проценты, ну или проценты. После расчета стандартного отклонения, собственно, случайная погрешность. Она обозначается в СПР, относительная стандартная отклонения. И формула рекорд. Стандартное отклонение, деленное на среднее техническое значение и умноженное на 100%. Пометьте, это и есть величина в процентах случайной погрешности. Давайте ее зачитаем. Для нашего примера, это 0,65, средняя техническая 10. И в процентах выражаем, мы получаем 6,5% случайной погрешности. Это предсвязиологность. Это предсвязиологность. Ну, если мы подходим после расчета, мы можем выполнить, то это повторяем не сделано. А по центу повторяем не сделано. Так. Увы, я подемонстрирую вам более рациональный свой расчет стандартного отклонения, который действительно, ну, несколько раз упрощает в эту процедуру. И разрешите второй вариант расчета стандартного отклонения. Отдельно распишем, математически преобразуя, подпорним числитель. Все знаки формулируют по школьной стране квадрат разности двух чисел. Разница квадрату первого числа минус укроенное произведение первого числа на второе, плюс квадрат второго числа. Дальше раскроем знак суммы. Сумма у нас и от единицы до поля. Ну, первое, не изменяйте, это сумма квадратов исходных величин. То есть, видите, уже вот эта колонка не нужна будет нам, не надо будет рассчитать. Мы субстринируем квадраты исходных измерений, результаты измерений уже попроще будет. Но это еще не конец. Дальше. Два постоянные за знак суммы. Среднее значение за знак суммы. Мы получим 2 на среднее критическое. Сумма х витых. Плюс от единицы до n. Значит, вот квадрат среднего значения n раз повторится. плюс n х в квадрате. Ну, а дальше очень простой доступный технический прием. Здесь разделим на n. Чтобы ничего не изменилось, то изложим на n. Я ничего не исказил. Но зато я увидел, что сумма х витых деленное на n, не что иначе среднее критическое. Переписываем сумму х витых квадрате минус 2n х витых квадрате до плюс n х витых квадрате. И в окончательном варианте мы имеем сумму х витых квадрате минус n х витых квадрате. Итак, формула адекватно совершенна. Переписана сумма х витых квадрате минус n на х витых квадрате. И деленное за число сними не свободы n витых квадрате. Посмотрите, что немножко рационально быстрее, да? Считаем. Среднее ритмическое известно. И только по сумме квадратной исходной информации. Квадраты и средних чисел. Так что я не возражаю. Можете так считать. Создание будет много. И семинары все-таки. Счеты будут. Будет, естественно, и контрольная работа по расчетам плавательного хранения. И не подчеркнули. И не подчеркнули. И не подчеркнули. Ну и я могу продемонстрировать это на примере нашим вторым путем. И рассчитывать вторым путем. Следующий раз. Назадное хранение будет квадрат. Поверьте, что число квадрат, сумма квадрата и сумма числа 11 на 4, 24 минус n 11, среднее 10 в квадрате и n на 11 минус 1. Мы получим то же самое. Убедительная только просьба. Обратите внимание. Если вы будете загружать и округлять промежуточные цифры квадрата вот этих чисел вы будете округлять, вы можете получить отрицательное число числительных. Поэтому никогда не округляйте на промежуточных этапах. Все цифры, которые получаются, вы их все несете. Сплошь и рядом у меня даже четвертый курс. У нас это попадается на промежуточных водах. Мы серьезно же там носилые данных. Обсчитываем. Лень писать на 4 знака. У него 3-2 знака. И получается отрицательное число. Все. Поверь не извлекается. Вот. У нас уже много разного, наверное, говорили. У меня все. Все таки встречалось. Вот. Это будет данная база. Это будет данная база. Просто оставляем в рамках. С không. Поставьте. В рамках. В рамках. Вы должны найти стандартное оправление и исключаемую погрешность для следующей выборки. Насмотрим решительность. 6,44, 6,53, 6,38. 6,44, 6,44, 7,41, 1,2,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 2,4, 4,85, 6,44, 7,44, 7,44, 7,44, 7,44, 8,44, 8,44, 9,44. Доверительная вероятность. Доверительная вероятность. Доверительный интервал по-разному обозначается. Доверительная вероятность. Доверительная вероятность. Пределы, внутри которых находится истинное значение. Предсказанные с определенной вероятностью. Пределы, внутри которых находится истинное значение. Доверительная вероятность. Доверительная вероятность. Называется T-распределение. Доверительная вероятность. Доверительная вероятность. Доверительная вероятность. Практическая вероятность. Весь. Доверительная вероятность. Вот здесь вот, тут лучше даже милена, число степеней свободы бесконечны, а здесь, допустим, число степеней свободы равны визитам. Вот так, нижнее вот это Т-распределение, да, вот это Т-распределение, а вот это вот это Т-распределение. Итак, вероятность введения больших отклонений увеличивается в Т-распределении, чтобы не было ошибочных выводов. Число-то изберения ограничено и бесконечны большие отклонения, потому что это и он, в общем-то, стоит. И вот это распределение называют, по-другому, еще распределение стюнингизации. Распределение стюнинг, да. Стюнинг готов всегда деть от студента английского статистика гость света. Настоящая фамилия гость света. И при интегрировании распределения стюнинга получают коэффициенты стюнинга. Коэффициент стюнинга обозначает Т, и он зависит от довеительной вероятности и числа степеней свободы. Коэффициент стюнинга определяется довеительной вероятностью и числом степеней свободы. Для единичного измерения коэффициент С выражается формулой числительной модулы. Истинное значение будет прямодвижать интервалы. Это для единичного измерения. Для единичного измерения, для единичного измерения уменьшается в корень квадратный измерения. Поэтому мы записываем итоговую окончательную формулу. То есть истинное значение для единичного измерения, это будет их среднее плюс-минус Д умноженное на РС, подъявленное на корень квадратный из М. Вот ключевая формула. И довеительный интервал отдельно выпишем. Формула довеительного интервала, она сменила коэффициент стюнг вымноженного стандарта кормили и выгодной на своем программе, и в число из них. Коэффициент стюнг выделяет свой проект, они есть, но и сотридцом можно. Коэффициент стюнг выделяет свой проект, они есть, но и сотридцом можно. Коэффициент стюнг. И john, patrimonio,rop牛. Коэффициент стюнг. Он корня заиместощился от чехол. В ход уловянный интервал, и вот, что я он ото43. И вот, что я увожу, довеительное деятельство. Для Wilke, данные представления 1982 N, аstone максимальная время на кто-то приходит в нормальной программе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...